Всем привет. Продолжаем следить за новостями мирового туризма. Туристы, вернувшиеся из Турции, будут помещаться на карантин. Подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Импорта коронавируса из Турции стали все больше и больше опасаться в Европе. Несмотря на то, что поток туристов из Европы в Турцию сейчас явно небольшой, даже для этих немногочисленных отдыхающих начали специально вводить карантинные правила. Так, в Бельгии заявили, что все туристы, отправившиеся в страны красной зоны, теперь будут помещены на обязательный карантин на 10 дней. А Турция как раз и относится к числу стран красной зоны. В общем и целом новое правило, конечно, никакого отношения к российским туристам не имеет. Однако в свете недавнего обзора Роспотребнадзора о наиболее ковидно опасных странах, где Турция попала в число лидеров по числу COVID-19, такой мягкий запрет Турции в виде ввода обязательного карантина для возвращающихся с отдыха туристов стал вполне вероятным. Его введение, безусловно, де-факто станет запретом на отдых в Туруи, так как никакие туристы в здравом рассудке просто не согласятся ехать туда на таких условиях. Новые решения о карантине в Бельгии были приняты в связи с рождественскими и новогодними праздниками, так как она оказалась в числе стран с самыми высокими летальными исходами по сравнению с другими регионами. Всего с начала пандемии в королевстве от коронавируса погибло 18 тысяч человек, при этом население Бельгии составляет всего 11 миллионов. Для сравнения, по Москве официальная статистика дает свыше 12 миллионов населения, а смертность от коронавируса находится на уровне 10 тысяч человек. Что касается турецкой статистики, то заболеваемость коронавирусом в стране балансирует немного ниже 30 тысяч за сутки. Удельное число активных больных составляет в Турции почти 250 человек на 100 тысяч населения. Напомним, что критерий безопасности от Роспотребнадзора в данном случае требует не выше 40 больных. А на днях Роспотребнадзор выявил, что из 16 стран, с которыми Россия официально возобновила прямое регулярное авиасообщение, а это Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские острова и Эфиопия. Всем критериям коронавирусной безопасности полностью соответствуют только три страны – Сейшелы, Танзания и Эфиопия. И еще два из трех критериев соблюдаются в Киргизии, Египте, Кубе и на Мальдивах, всего один критерий – в Великобритании, Объединенные Арабские Эмираты, Южной Кореи, Сербии и Японии. А вот Турция оказалась среди полностью несоответствующих, наряду с Белоруссией, Казахстаном и Швейцарией. Так что нельзя исключить, что российские власти придержащие могут воспользоваться европейским образцом и не закрывают Турцию официально, ведут для туристов карантин по прилету, что фатально скажется на турпотоке. В Турции всерьез опасаются закрытия границы для российских туристов. Вероятность закрытия Турции для российских туристов стала темой номер один для профильных турецких СМИ сразу после заявления Роспотребнадзора, который проверил 16 открытых для россиян стран на предмет соответствия собственным критериям безопасности, и Турция оказалась в ряду полностью несоответствующих, и фактически первым кандидатом на закрытие. Тем более этому способствуют и политические причины. И первый звоночек уже прозвучал, турецкие помидоры опять попали в российский стоп-лист. Напомним, что Роспотребнадзор заявил на своем сайте, что для оценки эпидемической ситуации в иностранных государствах проводится оценка показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней, срок инкубационного периода, среднесуточного темпа прироста за 14 дней, показатели распространения инфекции, оцениваются объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию и ряд других показателей. Критерии безопасности таковы. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней, срок инкубационного периода, на 100 тысяч населения, не должен превышать 40 болеющих в активной фазе. Среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней, не должен превышать 1%. Показатель распространения инфекции RT-7, должен быть менее 1. По данным университета Джона Хопкинса, на момент пятницы, 18 декабря, в Турции находится 216 тысяч больных в активной фазе, в России, кстати, эта цифра составляет 513 тысяч. Это означает, что удельное число активных больных составляет в Турции почти 250 человек на 100 тысяч населения, вместо 40 больных по критерию Голиковой. При этом отметим, что сейчас Россия, и в меньшей степени, Украина, фактически единственная страна, которая поставляет Турции ощутимый турпоток. Европейские рынки закрыты, долго приручаемый Турцией и Китай также не выпускает туристов за границу. Поэтому опасения турецкого бизнеса естественны. А ведь доля туризма в ВВП Турции составляет более 10%. В этом и смежном секторах экономики работает около 8% всего трудоспособного населения или около 2 миллионов человек. Поэтому закрытие Турции для российских туристов нанесет крайне болезненный удар по экономике этой страны, даже несмотря на то, что зима считается низким туристическим сезоном. Если видео понравилось, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.